Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Территория права» в студии Елена Чернявская. Федеральный закон от 29 июля 2017 года Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает изменение наследственного права, еще больше защищает право наследников и предоставляет новые возможности для граждан по распоряжению имуществом. Изменение вступит в силу с 1 сентября 2018 года, однако хотелось бы заранее выяснить, в чем главное новшество недавно принятого федерального закона. Говорим на эту тему, тема «Наследственный фонд», уточняем тонкости и подробности с нотариусом города Самар Инна Борисовна Хайкина. Здравствуйте, Инна Борисовна! Здравствуйте, здравствуйте! Ну что же, мы работаем традиционно в прямом эфире, уважаемые телезрители. Чтобы вы имели возможность задать к нам в программу свои вопросы 202-11-22, телефон на прямом эфире. Звоните, если у вас есть вопросы по наследству, брачному договору. Возможно, вам нужна сейчас консультация у нотариуса в прямом эфире. Милостепросим к нам в программу «Территория права». Звоните, задавайте свои вопросы. Начинаем разговоры, Инна Борисовна. Вы сегодня озвучили до эфира, что тема новая, принципиально новая, тема интересная, имеющая резонанс, говорят они. Так вот, давайте поговорим, и наша программа не станет исключением. Первая важная поправка касается утверждения возможности создания наследственных фондов. Вот это новый для российского права способ распоряжения имущества на случай смерти гражданин. Вот расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее всем нашим уважаемым телезрителям. Да, действительно, 29 июля 2017 года федеральный закон 259-й внес значительные изменения в часть 1, 2 и 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Этим законом вводится совершенно новая для российского права конструкция наследственный фонд. Что же это такое? Это новый способ управления имуществом, бизнесом, капиталом, активами, которые остаются после смерти физического лица, после смерти наследодателя. Наследственный фонд – это особая форма юридического лица. Учреждение такого юридического лица, создание такого юридического лица, ну, будем говорить так, актуально в случае, если наследодатель, физическое лицо, обладал бизнесом, какими-то крупными активами, фирмами. Ведь бизнес-активы, юридические лица – это особый вид наследованного имущества, и факт смерти гражданина не может останавливать работу такого бизнеса. Да, особенно если вы говорите о крупном бизнесе, да? Да. И на сегодняшний день до принятия этого федерального закона были достаточно большие трудности при наследовании долей в уставных капиталах, либо при желании наследодателя как-то определить судьбу своего юридического лица. И связано это было лишь с тем, что существует определенный срок – 6 месяцев для принятия наследства, и выдача свидетельства о праве наследства происходит по истечению 6-месячного срока. И сталкивались физические лица, наследники с такими проблемами, когда не могут полностью увидеть те результаты от юридического лица, которые были при жизни собственника, при жизни наследника. Финансовые результаты имеются. Финансовые результаты, результаты действия, какие-то трудовые вопросы. То есть предприятие, ну, работа предприятия в какой-то части останавливалась. Законодатель об этом подумал и ввел в новое понятие наследственный фонд. То есть, что делает наследодатель, что делает собственник, что делает завещатель при жизни? Он заранее фиксирует условия управления своим бизнесом. Инна Борисовна, прям вот секундочку, просто вопрос, как говорится, на поверхности. Ну, а как наследодатель определить, что это вот наследственный фонд, его нужно создавать заново, либо он уже априори возникает сам? Нет, он, конечно, не возникает сам, а его создает сам завещатель, сам наследодатель. То есть, фактически это происходит таким образом, когда физическое лицо обращается к нотариусу с тем, чтобы распорядиться своим имуществом на случай смерти. И в беседе нотариус выясняет, какое имущество есть у физического лица, у наследодателя, каким образом он захочет составить распоряжение на случай смерти. С движимым, недвижимым имуществом все понятно. А если это какое-то предприятие, какой-то бизнес, вот здесь нам на помощь приходит новое понятие, наследственный фонд. То есть не каждое общество, не каждый бизнес подпадает, собственно, под это понятие, наверное, да? Так скажем, не каждое общество потребует в дальнейшем управления с помощью наследственного фонда. То есть наследственный фонд – это организация, которая будет создана только ввиду смерти гражданина, только после факта смерти гражданина, и только на тех условиях, которые заранее определит завещатель. Ну, а, собственно, здесь и самое главное – это слово «наследственный», да? Да. Поэтому оно уже вступает в силу после смерти наследодателя. Хорошо, спасибо. Продолжим эту тему. Я напомню, уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, ждем ваших звонков по телефону в студии 202-11-22. Дозванивайтесь, ну, а также сайт и телефон Нотариальной палаты всегда вам в помощь, где консультанты в рабочее время, разумеется, могут вас проконсультировать. Но сейчас ждем вопросов ваших. Звоните, пожалуйста, к нам в студию. Инна Борисовна, как же будет работать этот наследственный фонд? Наследственный фонд будет создаваться и функционировать, как я уже сказала, после смерти гражданина-наследодателя, и четко в соответствии с теми условиями, которые он сам определит. Решение об учреждении фондом оформляется гражданином при составлении завещания. Конечно, в данном случае полностью помогает консультировать нотариус, определяет, какие условия он может указать в этом решении, какие могут быть моменты отражены в этом решении. И все вопросы могут быть решены уже при составлении завещания. Спасибо большое. Примем звонок от телезрителя. Говорите, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Скажите, пожалуйста, столкнулся несколько раз с тем, что нотариусы неохотно берутся за электронную регистрацию, хотя, мне кажется, это положено делать, или даже отказывают в электронной регистрации. Чем это связано? И вот позиция Инны Борисовны по этому вопросу. Спасибо большое. Интересный вопрос. Пока не отключайтесь. Дмитрий, хотела бы уточнить, электронная регистрация чего, какого действия? Доковор о купле-продаже недвижимости в квартирах, допустим. То есть вы имеете в виду подачу на государственную регистрацию, да? Да, верно. Я поняла ваш вопрос. Спасибо. Право действительно у нас это закреплено в законе о государственной регистрации, прав государственной регистрации уже недвижимости в новом законе. Мы вправе подавать на государственную регистрацию те сделки, которые сами удостоверили, либо выданное сельство о правильном наследстве. Действительно, электронный документооборот сейчас не так просто работает, как это отражено в законе, но вместе с тем мы всегда пробуем, мы беремся, и мы просто предупреждаем о том, что, к сожалению, может не быть выдержан однодневный срок. Ведь максимальный законодатель сократил сроки. Один день по нотариальным сделкам, и мы уже вам можем в следующий день выдать выписку. К сожалению, электронный документооборот, ну, бывает, не всегда работает так, как нам бы этого хотелось бы. Но вместе с тем мы не только рады всегда взять на эту регистрацию, но мы им способствуем и всегда об этом распространяем информацию, потому что ваши сроки значительно сокращаются. Ваши сроки, ваши действия, вы приходите к нотариусу как в единое окно, и на следующий день вы уже получаете готовый документ. Поэтому, может быть, какие-то были индивидуальные и незначительные случаи, но, пожалуйста, обратитесь еще раз, и мы вам поможем. Так ваша личная позиция на этот счет какова? Моя личная позиция, что это современное, актуальное, нотариальное действие, и мы должны его пропагандировать, совершать и распространять об этом информацию. Потому что законодатель не случайно вел именно сокращенные сроки, и не случайно именно нотариусу предоставил такое исключительное, я бы сказала, полномочие. Спасибо большое, Инна Борисовна. Ну, продолжаем работу в прямом эфире. Передозванивайтесь к нам в студии, задавайте свои вопросы. Инна Борисовна Хайкина, нотариус города Самара, сегодня на них отвечает. А говорим мы сегодня на тему наследственного фонда. Тема новая, интересная. Присоединяйтесь. Очень много полезной информации для себя вы почерпнете из нашего эфира, уважаемые телезрители. Инна Борисовна, кто конкретно займется организацией наследственного фонда? Следующий мой вопрос. Ну, в продолжение предыдущего вопроса, еще добавлю, что в завещании, которое подписывает физическое лицо у нотариуса, он прописывает все важные детали. А именно, какое имущество будет передаваться в наследственный фонд, кто будет управлять этим фондом, кто будет выступать в роли выгодоприобретателей. То есть, кто же получит выгоду от этого фонда, и кто получит какие-то активы, в том числе, от этого фонда. Вот решение наследодателя содержит, должно содержать наиболее подробную об этом информацию, и именно так, как захотел наследодатель, завещатель при жизни, именно на тех условиях и будет работать в дальнейшем, после факта смерти этот фонд будет функционировать. Именно те лица его возглавят, и именно тот способ управления, о котором сказал наследодатель в своем решении при составлении завещания, именно этот способ и должен будет потом отражаться в учредительных документах этого фонда. Примем звоночек, потом продолжим, Анна Борисовна. Здравствуйте, говорите о прямом эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вот вопрос у меня такой. У меня завещание 20 лет назад сделано. Оно действительно или нет? Спасибо. Не отключайтесь, пожалуйста. Если ваше завещание нотариально удостоверено, неважно, когда оно было сделано, оно, конечно, действует, а только оно будет вступать в силу после факта смерти. Обратите внимание, чтобы это завещание было действительно нотариально удостоверено нотариусом, потому что, ну, уже больше, чем 20 лет назад, в переходный период от принятия Конституции Российской Федерации и до принятия федерального закона об органах местного самоуправления, право на удостоверение завещаний еще имели и органы местного самоуправления. Так как Конституция была принята ранее, чем федеральный закон о праве таких лиц совершать завещание, некоторые завещания, удостоверенные органами местного самоуправления в промежуточный период, не принимаются нотариусами. Они действительны. Да, они могут быть признаны действительными только в судебном порядке, да. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, чтобы это было завещание удостоверено нотариусом. Инна Борисовна, прям сразу же у меня вот любопытно, да, подписан нотариус такой-то, либо там орган местного самоуправления, там председатель, там... Да, местная администрация, да, либо исполкома такого-то комитета. В районах очень много таких завещаний. Не дошла еще информация о том, что... В тот момент о том, что убрали такое полномочие у органов исполнительной власти, передали органам местного самоуправления, и поэтому есть определенный переходный период, в течение которого не могут нотариусы принимать такие завещания. То есть и даже другим гражданам заметку, если вдруг было составлено завещание у глав администрации местного самоуправления, то нужно прийти к нотариусу и завещание переписать. Обязательно, да. Сначала нужно прийти проконсультироваться, потому что если оно было составлено до 1993 года, либо в определенный период, оно будет действовать. Но обязательно нужно сходить при жизни, проконсультироваться, чтобы у наследников впоследствии не было вопросов, и им не приходилось узаканивать это завещание в судебном порядке. Инна Борисовна, скажите, пожалуйста, а такие завещания, вот завещания подобного рода, они хранятся у кого? У главы, либо у граждан? Составлялись они также в двух экземплярах. Один экземпляр был в администрации, хранится сейчас. То есть в любом случае в руках такой экземпляр должен быть? Да, однозначно, да. Спасибо большое. Продолжаем тему и отвечаем на вопрос, вот как раз кто конкретно займется организацией наследственного фонда. Вы не все осветили. Да, я с ним все осветила. Хотелось бы еще заметить, что наследодатель при жизни определяет все условия действия такого будущего наследственного фонда. После смерти гражданина, нотариус, который будет ввести наследственное дело, должен будет подать заявление в течение трех дней с момента открытия наследства и подачи такой информации в единый государственный реестр. То есть сам нотариус уже подает заявление по определенной форме о том, что предстоит государственная регистрация наследственного фонда, ну так скажем, о создании такого фонда, прикладывая решение наследодателя, завещателя, в тексте которого содержится информация, которая необходима для внесения сведений в единый государственный реестр. То есть номинование такого наследственного фонда, кто будет управлять таким наследственным фондом, из чего состоит, из каких активов этот фонд, способ управления таким наследственным фондом и утверждение самого учредительного документа. Спасибо большое. Продолжаем разговор в прямом эфире. Я лишь напоминаю телефоны в студии 202-11-22. Ну и на ваших экранах периодически появляется телефонный сайт нотариальной палаты Самарской области. Уважаемые телезрители, для вас они, конечно, необходимы, если вам нужна консультация профессиональных консультантов нотариальной палаты. Инна Борисовна, а вот скажите, пожалуйста, изменится ли очередность призвания к наследству? Потому что если не изменяет память, в первую очередь это дети, супруги, родители, добавляется кто-то, либо совершенно форма меняется призвание к наследованию? Ну, понятен ваш вопрос, да. После внесения сведений в единый государственный реестр юридического лица, юридическое лицо начинает действовать. Таким образом, наследственный фонд выступает полноправным наследником гражданина, как у лица, если бы он указан был в завещании, либо по закону. То есть наследственный фонд становится одним из наследников наряду с указанными в завещании гражданами или организациями. То есть наследственный фонд уже по другую сторону? Он параллельно тем гражданам, которые указаны в завещании, либо если наследователь не указал в завещании именно наследников, например, на его недвижимое имущество, то у нас действует наследование по закону. И наследственный фонд также встает впараллельно вместе с теми наследниками, который наследует какое-то иное имущество. Первая очередь. То есть наследство, завещание, наследство, наследственный фонд и наследники по закону. Да, то есть наследство – это то имущество, которое есть у гражданина. В это наследство входят все его активы и пассивы, в том числе, кстати говоря, также какие-то могут быть долги у наследодателя, неисполненные им обязательства, и в этой части тоже все наследники будут отвечать. Поэтому наследство должно как-то перейти наследникам, либо указанным в завещании, либо имеющимся по закону. А также может перейти и наследственному фонду. Хорошо, а как будут распределяться доли тогда? Вот у меня просто логичный вопрос. В данном случае, если организован наследственный фонд? Ну, в данном случае доли в недвижимом имуществе остаются неизменными, а наследственный фонд, он будет управлять только тем бизнесом, о котором сказано в решении наследодателя. То есть только теми активами, которые есть у наследодателя. И ни в коем случае не будет уже заходить на недвижимое имущество, которое было наследодателем. Хорошо, а вот как долго тогда должен существовать наследственный фонд? И за чей счет он будет действовать? Управление фондом может отслежаться бессрочно или в течение определенного срока, в соответствии с указанным учредителем. Этот срок может быть указан в решении завещателя. Также он может быть указан в учредительном документе, который уже утвердил завещатель при жизни. В данном случае закон позволяет не ограничивать сроками, может и действовать бессрочно. Хорошо, Инна Борисовна, а вот для кого больше всего может быть интересно вот такое нововведение появления наследственного фонда? Ну, наследственный фонд – это важный инструмент для наследования, для сохранения и развития бизнеса в будущем. Да, то есть если наследодатель преследует какие-то цели в своем бизнесе и хочет распространять эти цели, поставленные им при жизни, во главу своего бизнеса при жизни, и хочет быть уверенным в том, чтобы его бизнес, его юридическое лицо, его активы, его дело продолжало и после факта смерти. Это на сегодняшний день очень трудно, так скажем, продиктовать наследникам. Поэтому и создают такой наследственный фонд. То есть наследодатель не хочет избежать каких-то потерь в своем деле, особенно в период между фактом смерти и шестимесячным сроком, то есть до даты получения свидетельства о правильном наследстве. Поэтому и наследственный фонд позволяет уже начать свою работу по истечении трех дней с момента того, как нотариус подает заявление после факта смерти введенный на государственный реестр. То есть пассивного бизнеса у гражданина не будет. Как его дело существовало при его жизни, как оно развивалось, он также может это предопределить исключительно в соответствии со своей волей и после факта смерти. Хорошо, ну а кто же тогда занимается после смерти наследодателя, да? Вот кто занимается организацией, управлением этого фонда? Это же ведь не автономная будет организация, это же ведь нужны люди, специалисты в любом случае. Да, конечно. Вот как здесь быть, как предусмотреть на будущее вот такую форму управления? Дело в том, что в решении, которое вот и законодатель ввел в содержании этого завещания, будет подробнейшим образом определено все. Ведь очень многие граждане, которые имеют такое дело, такой бизнес, имеют, конечно, и своих заместителей, и каких-то правоприемников. Но чтобы четко знать, как они будут управлять и как они будут работать впоследствии, после факта смерти, наследодатель, который владеет таким бизнесом, составляет подробное решение с нотариусом. Он с ним советуется, нотариус его консультирует, он ему помогает и сразу говорит, какие вопросы нужно, ну так скажем, закрыть. Какие вопросы нужно закрыть для действия этого бизнеса. То есть кто будет управлять, каким образом будет управлять, как будут распределяться активы, что положено выгодоприобретателям, что не положено выгодоприобретателям, что положено наследникам, что положено кредиторам. То есть вся воля завещателя, вся воля того лица, который владеет вот такой вот работой и таким юридическим лицом, будет полностью предопределена в решении и соблюдена при помощи наследственного фонда. Нет, Анна Борисовна, воля вы сказали, значит, после смерти это будет обязательным условием. А если люди будут не готовы, не хотят, это будет нужно исполнять обязательно, если наследодатель свою волею так указал? Да, получается, что так, но практика показывает таким образом, что чаще всего исполоченная команда у любого гражданина, который имеет такой бизнес. И чаще всего это, конечно, обсуждается. То есть это посильственная ноша? Да, конечно, однозначно. Но гражданин, который будет исполнять функцию единственного, из наличного исполнительного органа, директора так называемого, он наверняка уже исполняет это и при жизни. Он просто не прекратит своих полномочий, он продолжит это действовать дальше. Но ведь всегда директор советует со своими учредителями, со своими участниками, ведь всегда идет совместная работа. А чтобы эта работа не прекращалась, и чтобы наследодатель был уверен, что именно поставленные изначально цели введения бизнеса, своего капитала будут соблюдены, вот и будет создан такой наследственный фонд. Но вот, Кольш, мы с вами заговорили о практике. Скажите, пожалуйста, есть ли в законодательстве, к примеру, зарубежных стран аналогичная возможность учреждать наследственные фонды? Да. Возможно, учреждать такие фонды существует уже на сегодняшний день в праве многих государств и в Великобритании, и в Австрии, и в Германии, и в США. Самым известным примером наследственным фондом за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого плачиваются Нобелевские премии. Вот, наверное, этот пример ярко продемонстрирует всем телезрителям и вам, что же такое наследственный фонд. То есть, есть также еще фонд от компании «Форд». Это фонд, который действует, направлен на гранты, на благотворительность, на поощрение именно тех лиц, которых считает нужным учредитель этого фонда, и которые впоследствии будут четко соблюдены. То есть будут выдаваться гранты, будут выдаваться какие-то благотворительные пособия именно тем гражданам, именно тем лицам, о которых и речь шла изначально в этом проекте, при жизни наследодателя. Понятно. Ну вот, а какие еще изменения в третью часть гражданского кодекса вносит указанный федеральный закон? Если вы вот о чем-то не сказали, как раз можем дополнить. Достаточно необычная для третьей части гражданского кодекса и вообще для порядка составления завещания введено новое понятие, не новое понятие, а новый порядок удостоверения завещания. Супруги могут удостоверить завещание в присутствии друг друга. Да, изначально законопроект предусматривал совместное завещание от супруга. Я прошу прощения, перебью. Это новшество войдет также с 1 сентября 2018 года. Да, все верно. Вы заметили, с 1 сентября 2018 года уже изменится порядок удостоверения завещания именно у супругов. Достаточно необычное, получается, действие для нотариусов, наверное, для сложившейся практики у нас. Но каждый из супругов в праве, не обязан, а в праве составить завещание и подписать его у нотариуса в присутствии другого супруга. То есть свое завещание, и супруг уже, получается, знает состав завещания, и он в праве его удостоверить перед другом. Любопытно, скажите подробнее. Да, это очень любопытно, и на самом деле это очень актуально для практики, потому что когда приходит наследодатель, еще физическое лицо, всегда нотариус истребует документы и спрашивает, а было ли это имущество совместно приобретено. Но отказать в удостоверении завещания нотариус не может, если завещатель пришел без документов. Для составления завещания достаточно только паспорта. Мы можем со слов написать и фамилии, имя, отчество наследника, и объект, который хочет завещать наследодатель. Конечно, мы всегда консультируем и рекомендуем сделать завещание на основании документов, чтобы четко прописать, возможно, кадастровый номер, либо адрес, либо литер, подъезд, секцию и так далее. Но в данном случае цель, я думаю, законодателя была еще и в том, чтобы выявить, совместно ли нажитое это имущество или нет. В том случае, если совместно нажитое имущество, нотариус сразу разъясняет права, которые могут возникнуть у пережившего супруга. Ведь переживший супруг наследует вне зависимости, получает вне зависимости от наследования половину совместно нажитое имущество. Поэтому очень актуально и очень необходимо как раз было такое нововведение. И нотариусы однозначно будут разъяснять, что воля завещателя может быть и не так четко, так скажем, соблюдена и действовать, как хочет завещатель ввиду того, что будет переживший супруг. И, к сожалению, мы не знаем, кто уходит раньше, и поэтому нужно обоим супругам разъяснять, что и ваша есть доля в общем имуществе супругов, и ваша есть доля в общем имуществе супругов. И даже если завещатель напишет просто право собственности на квартиру, завещает определенному гражданину, получит этот гражданин только половина, если был факт совместного приобретения, возмездного приобретения. Ну, например, обычный пример на основании договора купли-продажи. Титульным собственником является только супруг, при этом супруга имеет одну-вторую долю в праве собственности на эту квартиру. Понятно. Инна Борисовна, минуточка осталась в конце нашего разговора, тем не менее, хочу задать вам вопрос, поэтому будьте добры, кратенько на него ответьте. Вот сегодня у нас 11 сентября 2017 года закон Наследственного фонда, о котором мы сегодня говорили, вступит в силу 1 сентября 2018 года. Практически год, да? Вот для кого это время? Для вас, нотариусов, чтобы изучить этот закон и его внедрять, как говорится, либо для населения, чтобы больше об этом знали и, как говорится, вы их информировали? Конечно, для населения однозначно. Я думаю, что нотариусы все достаточно с легкостью разберутся. Закон написан подробно, четко. Все моменты прописаны, которые могут быть указаны в решении, в завещании. Поэтому, конечно, мы будем размещать эту информацию и на сайте нотариальной палаты, и, может быть, на стендах в нотариальных конторах о новой возможности. И, конечно, если будут приходить физические лица с документами, касающиеся юридических лиц, мы уже будем, конечно, распространять информацию о новых возможностях, как наиболее четко соблюсти волю физического лица после факта смерти. Спасибо большое. Ну что же, наш разговор подошел к концу. Я благодарю вас, как обычно, за ваши компетентные и профессиональные ответы на вопросы. Спасибо большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Смотрите нашу программу в следующий выход 25 сентября, 18.15 на телеканале Самара Гиз. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»